МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Больным коронавирусом, которые лечатся дома, лекарства приносят медики, помогают врачам-волонтеры. Наша съемочная группа отправилась с добровольцами молодежной палаты по привычному им маршруту, чтобы узнать, как обычно доставляют лекарства саровчанам. Здравствуйте. Для вас это акция Александровича лекарств. Надеюсь, вы можете подписаться. Отдать лекарство, забрать бланк с подписью получателя и ехать на другой адрес. Сегодня список небольшой, всего 15 адресов. К часу дня должны закончить, рассказал юноша. На прошлой неделе в день получилось объехать около 40 пациентов с COVID-19. Добровольцы молодежной палаты помогают первой поликлинике с начала февраля. Наша молодежная палата не может остаться в стране, и она очень активно старается помочь медикам. Я занимаю в жизни очень активную позицию. И для меня очень важно помогать людям. В данный момент медики на самом деле очень загружены. И хоть как-нибудь им помочь, занимаемся доставкой лекарств. С утра в первой поликлинике для волонтеров готовят необходимые препараты и список нуждающихся. Все лекарства заранее сортируют по отдельным пакетам. Препараты выдают в 10-30 утра, согласно намеченной терапевтам схеме лечения. Ребята надевают средства индивидуальной защиты, проходят инструктаж. Экипировка серьезная, и находиться в ней долгое время достаточно сложно, признается Артем. У нас есть также вторая поликлиника, и мы совместно с городской думой, молодежной палатой при городской думе, федеральным ядерным центром, также с РФТИ, также совместно с профтехучилищем города Сарова, мы совместно боремся с общей бедой. То есть помощь нам оказывается всецелой, и сложно как-то определить главенствующее лицо во всей схеме, потому что у всех стоит единая задача – это помочь населению в борьбе с этой страшной болезнью. Однако пациентов много, и охватить всех волонтеров не могут физически, поэтому клиническая больница 50 просит их родственников, переболевших и не входящих в группу риска, получить эти препараты в поликлинике. Для этого им нужно иметь при себе паспорт и быть готовыми заполнить необходимые документы. В последние дни мы наблюдаем стабилизацию роста числа пациентов с коронавирусной инфекцией, но ситуация остается еще неспокойной, и помощь волонтеров нам, конечно, нужна. Саровчане готовы помочь. В доставке лекарственных препаратов могут обратиться в клиническую больницу 50 по номеру 60660. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей Саров-24. Новый тест на иммунитет COVID-19 покажет, надо делать прививку или нет. На этой неделе начнется набор добровольцев на клинические испытания кожного теста для определения Т-клеточного иммунитета к коронавирусу. В испытании примут участие 420 человек. Как пояснили разработчики, кожный тест диагностический и предназначен для оценки специфического Т-клеточного иммунитета к коронавирусу, в формировании которого не участвуют антитела. В отношении вирусной инфекции Т-клеточный иммунитет более важен, чем гуморальный, который можно определять по количеству антител. Причем ученые сразу поставили четкую задачу – создать тест, который был бы адаптирован для широкого применения. Тест, названный Коронадерм-ПС, разработка ученых Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера. Накануне было получено разрешение Минздрава РФ на клинику, которая пройдет на базе Северо-Западного центра гигиены и общественного здоровья. Госпитализация с COVID-19 и ОРВИ снизилась на 16% в Нижегородской области за прошедшую неделю. Об этом сообщает заместитель губернатора и министр здравоохранения региона Давид Мелегусина в своем инстаграме. По его словам, на данный момент развернуто около 6,5 тысяч коек для пациентов с коронавирусом и ОРВИ. В то же время свободный коечный фонд составляет примерно 25%. Управление по труду и занятости населения Нижегородской области, а также все центры занятости населения региона, 25 февраля с 10 до 12 часов проведут прямую телефонную линию Ориентир. Сотрудники регионального управления и специалисты центров занятости населения районов ответят на вопросы саровчан об услугах службы занятости по профессиональной ориентации, о психологической поддержке и социальной адаптации безработных. Телефон прямой линии 8 831 234 07 18, добавочный 342. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Компания «Начало нового», реализованная в рамках празднования 800-летия Нижнего Новгорода, признана лучшей в номинации развития и продвижения территории национальной премии «Серебряный лучик». Лауреатов премии из числа тех, кто был включен в шорт-лист, объявили в Москве после заключительного этапа отбора очной защиты проектов. Считая, что победа досталась команде, абсолютно заслуженно. Коммуникационная кампания проработана в деталях. Она показала свою эффективность как на региональном, так и на федеральном уровне, рассказал заместитель председателя правительства Нижегородской области, министр культуры региона Олег Беркович. Новый образовательный проект лидеры Нижегородской области стартует в регионе. Задача проекта – выявить топ-100 молодых лидеров региона и создать возможности для их профессионального развития. Регистрация для участия в проекте продлится до 9 марта на портале «Команда правительства». Претендовать на участие в проекте могут руководители общественных организаций и НКО, активисты студенческих объединений, социальные предприниматели и волонтеры. Амбассадорами проекта станут победители Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России», топ-менеджеры российских компаний и госучреждений, лидеры федеральных и региональных общественных движений, депутаты Государственной Думы РФ. Сразу несколько территорий могут быть затоплены из-за весеннего паводка в Нижегородской области в этом году. Об этом сообщает Верхневолжская ОГМС. По состоянию на начало февраля уровень промерзания почвы составляет меньше нормы. Высота снежного покрова выше средних многолетних значений, а толщина льда на водоемах в основном ниже средних значений. Но на отдельных участках все же находится на уровне нормы. Также в Управлении по мониторингу окружающей среды уточняют, что из-за активного таяния снега и его несвоевременной уборки возможно подтопление части населенных пунктов Нижегородской области талами и грунтовыми водами. Саровских волонтеров, помогающих пожилым людям, приглашают к участию в федеральной премии «Признание». Организаторы премии, учрежденной в 2021 году, коалиция НКО «Забота рядом», представленная в 69 регионах России, а также «Альянс «Серебряный возраст», поддерживающий тему активного долголетия в 21 регионе России». Премия проводится при поддержке благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко. Цель премии – продвигать идеи и популяризировать практики общественной заботы о людях старшего поколения, развивать ценности активного долголетия с целью повышения качества жизни граждан в пожилом возрасте. На премию могут претендовать органы территориального общественного самоуправления, общественные советы микрорайонов, представительные органы муниципальных образований, а также юридические лица и индивидуальные предприниматели, инициативные группы, добровольческие объединения и отдельные добровольцы за создание и поддержку пространств, доступных и комфортных для людей старшего поколения, а также за значительный вклад в соседскую заботу о людях старшего поколения и повышение качества их жизни. Сроки подачи заявок на участие в премии признания в номинациях «Добрососедство и забота» и «Территория заботы» до 20 марта 2022 года. На дорогах города было относительно спокойно. Сотрудники госавтоинспекции не зафиксировали ДТП с пострадавшими. Четверо саровчан сели за руль нетрезвыми. 26 водителей решили не пристегиваться ремнями безопасности. Чем еще запомнилась минувшая неделя сотрудникам правопорядка, расскажем далее. Внимание, розыск! У Музея ядерного оружия 14 февраля в период с 13 до 17 часов неизвестный водитель, управляя неустановленной машиной, врезался в «Фольксваген Поло», после чего с места ДТП скрылся. В настоящее время по данному факту проводится административное расследование с целью установления неустановленного неизвестного водителя. Если у кого-то имеется какая-то информация по поводу данного дорожно-трассного происшествия, прошу поделиться данной информацией с нашими сотрудниками и инспекторским составом по розыску автотранспортных средств скрывающихся мест ДТП. Сразу две профилактические акции провели сотрудники ГИБДД на минувшей неделе. Первая – нетрезвый водитель. В ее рамках в пятницу и субботу на дороге вышли дополнительные экипажи ДПС. Задержали трех водителей, которые управляли автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Вторая акция направлена на проверку работы водителей автобусов. Было выявлено 8 нарушений правил дорожного движения водителями автобусов. Это нарушение правил пользования ременом безопасности, управление транспортным средством, имеющим технические неисправности, с неработающим, либо отсутствующей карты, тахографа. Всего выявлено 146 нарушений правил дорожного движения. Четыре водителя задержаны в состоянии алкогольного опьянения. Один водитель задержан за вождение без прав. 23 водителя оштрафованы за нарушение правил тонировки. Большой хореографический концерт воспитанников Дворца детского творчества состоялся на сцене Саровского драматического театра. Подробности расскажем в следующем репортаже. 26 ярких творческих номера, 2 часа просмотра сложной и интересной танцевальной программы, волнение танцоров и родителей. Это атмосфера танцевального вечера школы танцев Анны Козловской. В концерте приняли участие 7 возрастных групп. Я занимаюсь 4 лет. Мы на конкурсы с моей группой ездили в Нижний Новгород. С этим тоже танцем, который мы будем танцевать, он называется гитара, рокер. Мне нравится очень наш хореограф, во-первых, а во-вторых, наша заводная музыка. Старшая танцевальная группа – абсолютный победитель и обладатель Гран-при на фестивале искусств «Славянский базар Витебске-2021». Победитель финала международного конкурса хореографического искусства «Танцемания», прошедшего в Москве. Сейчас девочки готовятся к выступлению в Париже. Ну, например, у нас есть новая постановка, которую мы сегодня, наверное, дебютируем с ней. Мы ее еще не показывали на Саровской сцене. Это не танго. Мы будем в розовых-красных пальто, у нас сразу будет видно, заметно. Это танец про изменчивое женское настроение. В коллективе Анны Козловской более 150 детей. Их творческие номера – главные конкуренты для других танцоров на областных и всероссийских конкурсах. Педагог объединила родителей и детей в одну дружную семью, которая любит танцы, музыку и предана своему делу. Именно на базе Саровского драматического театра это уже не первый раз и для детей, и для родителей. Это огромная награда за тот труд, который они вкладывают, ежедневный труд. А самое главное – это награда для педагога, для педагога Дворца детского творчества Анны Владимировны Козловской. Каждый воспитанник коллектива находит в танце что-то свое – силу движения, веселье и забаву, непередаваемые эмоции, ценные чувства. Учащиеся третьего класса отделения художественная керамика детской школы искусств номер два стали лауреатами международного конкурса выставки детского творчества «Красная книга глазами детей». Диана Авдеева и Ульяна Зарубицына представили свои работы в разных техниках лепки. Выхухоль и червячок Иннокентий – главные герои работы Ульяны Зарубицыной. Для учащейся детской школы искусств номер два выхухоль – это животное, о котором знают несправедливо мало. Поэтому, чтобы рассказать о нем, девушка решила и сама узнать о нем побольше. Для этого Ульяна работала в библиотеке, изучала статьи в «Красной книге» и в интернете. Чтобы слепить выхухоль из глины в достоверном виде, сначала Ульяна прорисовывала различные детали и эскизы животного. Я почитала, на кого он охотится и подумала, что можно все-таки сделать его с червячком, чтобы было интереснее. И я начала делать эту работу вообще сначала не на конкурс, а потом ко мне преподаватель подходит и говорит, есть конкурс, как раз подходит твоя работа. Я такая, ну хорошо, давайте сделаем ее на конкурс. И вот она понравилась на конкурсе, я очень рада, не ожидала. Диана Авдеева выбрала для работы редкого белого медведя. В своей глиняной скульптуре девушка также не обошлась одним героем, но слепила медведицу с маленьким медвежонком. Чтобы сделать работу более оригинальной и выразительной, после обжига Диана покрыла скульптуру глазурью. Выбор на краснокнижного медведя пал у девушки совсем не случайно. Это все пошло с детства. Я в детстве очень любила медведей, просила родителей купить игрушек медведей. И в художественной школе у меня появилась такая возможность отправить на конкурс белых медведей. Каждая работа в глине выполняется с некой сложностью. Для всех лепить это сложно. Международный конкурс-выставка детского творчества «Красная книга глазами детей» организовали в рамках международной экологической акции «Спасти и сохранить» в Ханты-Мансийском автономном округе Югре, городе Ханты-Мансийск. В номинации «Скульптура» из четырех участников из Сарова Диана Авдеева и Ульяна Зарубицына стали лауреатами конкурса. Работы делали они эти, когда учились на втором курсе, а сейчас это они, конечно, на третьем курсе. И для второго курса это очень довольно-таки хороший результат. Это говорит о том, что мы обучаемся и учим их в правильном русле, которые подтверждают участие в конкурсе, их и члены комиссии, которые посчитали, что действительно работа достойная, и мы ее выполнили на пять баллов. Сейчас все работы лауреата конкурса экспонируют на различных выставках городов России, а фотографии глиняных скульптур вошли в специальный каталог «Красная книга глазами детей». И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютьюбе, смотрите все информационные выпуски, авторские программы в удобное для вас время. В студии работала Анна Пилипец. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин